Всех вас, друзья, приветствую. Продолжается наше служение. Очень рады, что сегодня у нас вот такой прекрасный солнечный день. И может он не везде такой, не знаю, нас смотрят с разных частей нашей большой земли, где там мороз. Мы смотрели прогноз вчера, что в Армении было 12 градусов мороза, должно быть сегодня. Ну не знаю, я так смотрел. А здесь чуть по-другому. Поэтому мы продолжаем наше служение. Оно сегодня у нас направлено на то, чтобы поразмышлять о событиях, которые произошли несколько тысяч лет назад. И сегодня мы собраны для того, чтобы праздновать величайшее событие в истории человечества. Праздновать событие, ради которого Иисус приходил на землю. Вы знаете, что Иисус исцелял. Вы знаете, что Он воскрешал. Но не это было главное, ради чего Иисус приходил на эту землю. Иисус также говорил, как власть имеющий. Но и не это главным было, ради чего Он приходил на землю. А главное, то, ради чего Он приходил, это то, ради чего мы сегодня собраны вспомнить смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И Он сказал так. Всегда, когда вы будете собираться вместе, вспоминайте то, что произошло на Голгофе. И вот сегодня мы как раз собраны для этого. Хочу сказать, что ученики точно знали, что должно произойти на третий день после событий в пятницу. Они точно знали. Почему? Потому что Он об этом говорил. Но когда они об этом узнали, они были в шоке и не поверили. Неужели такое могло произойти? Иногда нечто подобное случается с нами. Мы точно знаем, как говорит Библия. Но когда мы встречаемся с реальностью, мы говорим, ну, наверное, это не про нас, потому что мы такого не ожидали. Евангелие от Марка, 16 глава, с пятого текста по девятый. Давайте мы быстро просмотрим вот эти события. Евангелие от Марка, 16, 5. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите и скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали из гроба, и от гроба их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись. Друзья, первому, кому явился Иисус, это не был Петр. Это не был Иоанн, и это не был Иаков. Как правило, он их обычно брал с собой на такие важные мероприятия. Первое, кому он явился, это была Мария из Магдалы. Магдала, это была местность, а ее называли Мария Магдалина. Написано, в первый день недели, девятый текст, воскреснув рано в первый день недели, Иисус сперва явился Марии Магдалине, из которой и знав семь бесов. Похоже, что у Марии была непростая история жизни. Она была, похоже, в разных ситуациях жизни. И в данном случае отмечается тот момент, что Иисус является вначале ей, а потом всем остальным. И вы знаете, я размышлял над этим, почему так, почему. И когда я читал историю, написано, что Мария настолько была благодарна, настолько была благодарна, что даже частично финансово как-то поддерживала служение Иисуса в свое время. Хочу сказать, что это нельзя сравнить с тем, что Иисус для нее сделал. Потому что Иисус полностью поменял ее смысл жизни, направление и конечную цель. Точно так же для нас, друзья мои. Иисус, встреча с Иисусом, она меняет все в нашей жизни. Обретается надежда. Да, пятница приходит в нашу жизнь. Пятница – это разочарование. Пятница – это то, с чем столкнулись ученики. Это большое разочарование. Это учителя, а нет дорогого, с которым они встречались каждый день. Делили все поровну. И когда в жизни нашей бывает пятница, мы должны помнить, что после пятницы будет суббота. А суббота – это день покоя и общения с Богом. Но после субботы наступило событие воскресенья. И это все меняет в нашей жизни, потому что обретается новая надежда. Это день, в который все изменилось. И Он подарил мне и вам, вам и мне новый смысл. Хочу сказать, что мы не сможем ему заплатить обратно. Мы не сможем ему даже хоть какую-то часть компенсировать в сравнении с тем, что Он сделал нам. Как хорошо, что была пятница, которая изменила судьбы миллионов или миллиардов людей в тот вечер, когда на кресте Он сказал «совершилось». Вот в тот момент совершился план спасения. Написано, что сначала явился Марии, из которой изгнал семь бесов. Это говорит и нам так же, что неважно, какие у нас недостатки, и даже если у нас их семь или больше, Он является сначала Марии. Он является для того, чтобы поддержать, для того, чтобы показать, что с моей смертью на Голгофе ничего не заканчивается. Это только начало новой жизни. И Он нелицеприятен. Так же, как к Иоанну, так же, как к Петру, и к Марии было одинаковое хорошее отношение, хотя она считалась грешницей. Она считалась грешницей. Друзья мои, не имеет значения, к какому греху склоняет нас бес. Знаете, что имеет значение? Имеет значение то, что Он знает, как нас избавить от этого. И это очень важно. И это очень важно, потому что многие люди сегодня обращаются к знаменитостям, к врачам, к людям, которые владеют какой-то системой, для того, чтобы освободиться. Я хочу сказать, что у нас есть тот, который освобождал тогда, он освобождает и сегодня. И неважно, в каком грехе, в какой зависимости сегодня находимся мы. благая весть заключается в том, что Он, не знавший греха, сделался грехом за нас. Как это понять? Сложный текст, но мы, как верующие, понимаем его. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 текст. У меня другой перевод будет. 2 Коринфянам, 5, 21. «На безгрешного Бог возложил вину за грех людей». Еще раз. «На безгрешного Бог возложил вину за грех людей». Это я читаю. Да. «Чтобы в нем мы стали праведными перед Богом». Слышите? Он берет на себя грехи наши и, образно говоря, Он снимает с нас. Мы соглашаемся отдать. Это что означает? Это означает, что я осознаю. Это означает, я прихожу в Голгофе. Это означает, что событие, которое мы пришли сегодня вспомнить, оно все изменило в нашей жизни. Оно все изменило. И с того момента я имею доступ прийти к тому, кто согласился. И написано, посмотрите, Бог возложил вину за грех на него. А он согласился. И говорит, «Отец, я готов взять грех Анатолия, грех Марии, грех Валентины, грех кого угодно, Геннадия, только потому, что я их люблю. Они мои дети». И они согласны. Они согласны. Расстаться с грехом и больше ничего общего не иметь. И я готов взять и грех на себя, и умереть. И он умирает. и дает мне, дает вам, дает всему миру надежду. Сделайте то же самое. С этим согласилась Мария Магдалина. Еще раз повторю, друзья мои, в ее жизни была пятница. Это был тяжелый момент. Это было тяжелое переживание. И написано, что никого не стало. А она и еще одна Мария, мать, они смотрели, как полагалось тело. То есть, до конца остались. А на рассвете очень рано. Еще темно, еще серо. Только солнце, а они уже бегут как груб. Друзья мои, я хочу сказать, что человек, он не всегда благодарен, а Бог всегда. Марк, 15 глава, 46 текст. Он купил плащаницу, речь идет об Иосифе из Эримафии. Он купил плащаницу, сняв его, обил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба. Мария же, Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Она, Мария, она была свидетелем смерти и процесса похорон в пятницу. и жила надеждой на то, что третий день должен воскреснуть, потому что он говорил, я встречусь с вами в Галилее. И вы знаете, он является на третий день, и в жизни ее вспыхнула новая надежда. Друзья мои, хочу сказать, что те, кто унаследовали веру от своих родителей по наследству, они не всегда переживали этот момент обращения и покаяния, когда Господь меняет жизнь человека коренным образом. Те, которые по наследству. А те, которые пришли, вы знаете, мы совершали евангельские программы, и сотни, и даже тысячи людей приходили. Мне всегда было радостно смотреть, как сияют их лица, как они готовы поменять жизнь, и все, все поменять, абсолютно все. Привычки, свои напитки, стол, вот все поменять, все поменять, только исследовать за Господом. Друзья мои, это стало возможно благодаря тому, что произошло в пятницу. Он согласился и сказал, да будет воля твоя, я пойду. И он умер. Хочу сказать, что если бы все осталось только в пятницу, и не было бы субботы и воскресенья, мы бы сегодня остались без надежды. И вот эту надежду, если в нашей жизни когда-то случится пятница, мы будем переживать какие-то тяжелые моменты, утрату, разочарование, предательство, или может быть отступление какое-то, или может быть какое-то большое глубокое падение. Помните, есть суббота, когда нужно остановиться и подумать, слушай, а вообще есть еще для меня надежда после того, что я натворил? и суббота как раз этот момент, когда я должен остановиться и подумать. И оказывается, есть, потому что есть воскресенье. Это есть надежда. Это есть вот это новый, новая, скажем так, жизнь, которая начинается. Это то, что может вдохнуть новую надежду. Поэтому, друзья, что бы ни случилось в понедельник, вторник и даже в пятницу мы точно знаем, что наступит первый день недели, в который утром на рассвете произошло воскресенье. Воскресенье нашего Господа. И это начало всеного. Я, конечно, не понимаю, почему ученики не поверили, когда они увидели своими глазами пока не потрогают, говорят, я не поверю. Помните, да? Своим глазам не верим. Неважно. Важно, чтобы мы поверили. Важно, чтобы мы поверили. Мы точно знаем, что ожидало и что ожидает нас после воскресенья нашего, когда придет Господь. Он говорит, я вас возьму к себе, чтобы и вы были там, где я. И в конце он сказал, я не оставлю вас сиротами. Мы точно знаем, что произойдет. Точно. После принятия нашего Господа в нашу жизнь мы никогда больше не останемся сиротами. В жизни каждого из нас может наступить пятница. Это может быть большие переживания, это может быть что угодно, но помните, обязательно придет суббота. Это покой, которым наполнит нас Господь, а потом новая надежда. Это благодаря тому, что наш Господь воскрес, и все в нашей жизни изменится. И я верю, что у вас, которые присутствуют в этом зале, как и у меня, все изменилось с момента, когда мы узнали нашего Господа. А если нет, помните, есть пятница, когда все разочарованы, когда стало темно, когда в сердцах наступила пустота, а потом была суббота, но потом наступило воскресенье, которое подарило новую надежду. Пусть Господь благословит нас, чтобы это событие всегда было свежим и ярким в нашем сознании, что Господь Иисус взял грехи мира и дал мне возможность обрести вечную надежду на спасение. Аминь. Буквально хочу вспомнить несколько слов из Евангелия Теана, 13 главы, где Иисус Христос сказал, что перед тем, когда вы приступите к принятию вина и чаши, исследуйте себя. И он оставил вот такое служение, которое для многих становится формальностью. Это омовение ног или другими словами акт смирения. Что мне смиряться перед моей женой, если я и так знаю, что я смиренный? Да? Ну, к примеру. Я имею в виду, это когда формальность. Что мне смиряться перед братом и сестрой, с ней самой надо смириться? Это формальность. Я тогда пойду и просто сделаю. Но если мы понимаем глубину этого, друзья, и представим, что сам Господь хочет омыть мне ноги, а я хочу омыть ему. Понимаете? Петр сказал нет, не разрешаю тебе. Я думаю, что мы понимаем значение этого всего. Это неформальность, это от чистого сердца должно быть служение с молитвой. Господь Бог говорит, что все должны достойно участвовать в этом. А достойность определяет каждый сам. Я не могу определить, насколько вы достойны, а вы не можете определить, насколько я достойный. Потому что читает сердца только Господь. Аминь. Аминь.